Всем привет, это Warlord, сегодня изображение некоторых новых наборов из линейки Minecraft, здесь вы увидите сегодня три новых набора, на них мы посмотрим, среди них один мне хотелось бы иметь в своей коллекции, ну а два других заинтересовали меня меньше. Первый небольшой будет стоить 20 долларов, в нем 198 деталей и это арена черепа, 21-145. Набор представляет из себя лаву, на которой находятся по бокам два небольших пласта земли, зеленый и синий, на которых стоят два героя и это два скина. Сражаться они будут за золотое яблоко, которое находится в центре и также здесь будет сам череп, это конструкция, наверху есть, соответственно, щит и лук и также в комплекте есть кролик с красными такими глазами. Кого будет интересовать данный набор? В первую очередь тех, кто хочет себе два скина, ну потому что и правда здесь две уникальные фигурки. Во-вторых, тех, кому нужно, конечно, золотое яблоко, это редкая деталь, и, конечно же, тех, кому нравится данный вид игры в Майнкрафте. Следующий набор атака скелета будет стоить 40 долларов, 457 деталей в нем, артикул 21-146. Итак, начнем слева. Здесь небольшая часть скалы, полагаю, чуть дальше находится как раз пещера, из которой выбираются три скелета, один из которых на коне, конь, кстати, тоже является скелетом, и у него зачарованный шлем и зачарованный лук. Перейдя через мост, мы можем попасть к домику на дереве. Ну, внизу здесь есть небольшой колодец, и по лестнице можно подняться на верхний этаж, где будет овца, небольшой загончик и кровать красная. Наборчик неплохой, вот, правда, дерево мне не очень напоминает дерево, хотя так и должно быть, все-таки это уже дерево немного переработанное, чтобы оно выглядело как уже дом. Дерево-дом. Ну и наверху, стоит отметить, находится сундук с ценными предметами. Третий набор, самый большой из новинок. Что он из себя представляет? Получается, здесь у нас шахта, причем двухуровневая. Давайте начнем с нижней части, именно слева. Здесь, во-первых, есть, конечно же, рельсы. Получается, в шахте у нас заброшенная дорога для вагонеток, и здесь ее очень небольшая часть. Справа находится динамит, и также фигурка зомби. По лестнице можно подняться, а вот куда я не понял, так как там лава. Возможно, лестница была до того, как там появилась лава, получается, до того, как раскопали блок, за которым находится лава, а возможно, просто не досмотрели. Справа находится водопад, и чуть правее от водопада лава. При сливании как раз они и образуют обсидиан. Набор, конечно же, привлекает наличием чешуйниц, здесь их две, и детали на самом деле классные. Приятно, что они здесь есть, потому что все-таки мобы классические для Майнкрафта. Ну и также, опять же, небольшой водопад, и минифигурка Алекс с щитом. Поднимаемся выше. Здесь небольшая территория уже наземного мира. Здесь можно увидеть табличку и также дерево, на котором есть одно яблоко. Дерево, кстати, классическое, как в других наборах Майнкрафта, насколько я вижу. Возвращаемся в самую левую часть, но на сей раз чуть выше. Здесь верстак, сундук с железным мечом, также фигурка Стива с лопатой. Возможно, меч железный, а возможно, каменный. Сложно понять, наверное, все-таки каменный. Также ведро с водой и правее, опять же, шахта, где расположен крипер. Также мы можем увидеть, вроде бы, железную руду, летучую мышь за рудой, также лаву. А справа паутина и спавнер для пещерных пауков. Они чуть меньше и они темно-синие. У них туловище темно-синее. Ну и также, конечно же, спавнер с помощью детальки техник будет у нас вращаться. Этот набор уже, конечно, интереснее. Здесь, наверное, и что-то можно будет перестроить, и что-то добавить. Пишите в комментариях, какой из наборов понравился вам больше. Обязательно поддерживайте видео лайком. Подписывайтесь на канал. Пишите, на какой снять обзор, когда они появятся в продаже. И вступайте в группу. Всем удачи, всем пока.